Иисус Сегодня я буду проповедовать на тему Иисус прощает грехи и исцеляет от немощи. Служение Иисуса постепенно набирало силу И люди все больше и больше начинали говорить о нем И в Евангелии от Луки в 5 главе в 17 стихе мы читаем такие слова В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи и закона Учители пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи и из Иерусалима В этом стихе мы видим, что Иисус учил Это происходило в одном из домов Там было, как написано ниже, очень много людей И среди всех этих людей, которые окружали Иисуса Также были фарисеи и законаучители Они пришли из разных мест Из Галилеи и из Иудеи И даже из Иерусалима Это были не просто фарисеи и книжники Это была своего рода комиссия религиозная Которая пришла для того, чтобы посмотреть на Иисуса То, чему Он учит И сделать вывод, кто Он есть Дело в том, что во все времена Периодически появлялись мессии Или люди, которые объявляли себя Христами Чаще всего они делали очень громкие заявления Давали обещания исцеления чудес Освобождение от римского ига Но, как правило, все заканчивалось только словами Ничего не происходило И поэтому для книжников и фарисеев Появление очередного мессии Не было чем-то таким новым Периодически это уже случалось Но этот случай для них был очень особенным Потому что, в отличие от других мессий Которые приходили и заявляли, что они мессии Они только заявляли об этом А здесь они уже слышали о том, что Иисус из Назарета Не только проповедует, не только учит Но совершаются чудеса Происходят знамения Люди исцеляются И исцеления явные И поэтому им нужно было дать оценку того Кто же Он такой Как к Нему относиться И поэтому вот эта религиозная комиссия Она пришла и собрались вместе И присутствовали на том богослужении Которое происходило, кстати, в частном доме Чтобы выслушать его Посмотреть, что же происходит на самом деле И дать какую-то оценку И дальше в этом 17 стихе мы читаем И сила Господня являлась в исцелении больных Лука ничего не пишет о том, что же Иисус проповедовал Но он обращает наше внимание на то Когда эта комиссия Которая должна была сделать вывод о том Кто же такой Иисус из Назарета находился То сила Божья Она проявлялась в том, что люди исцелялись Или больные люди исцелялись Мы знаем, что, как правило За Иисусом следовало множество людей И среди этого множества было очень много людей Которые были больны различными болезнями И они исцелялись И на этот раз то же самое происходит Люди исцеляются И, наверное, это было своего рода Важным знамением для тех же книжников и фарисеев Чтобы они могли, по крайней мере, задуматься И увидеть, что это не такой, как те, которые были раньше Что он отличается И что явно через него проявляется сила и знамения Которые раньше не проявлялись Некоторые из них в последствии свидетельствовали о том Что никогда подобного в Израиле не было То есть его чудеса, его знамения, исцеления Они не подвергались сомнению Они были настоящими И вот во время этого собрания происходит одно событие Которые евангелист Лука посчитал нужным Запечатлеть и рассказать нам Вот принесли некоторые на постели человека Который был расслаблен Или, говоря современным языком, он был парализован И старались снести его в дом и положить перед Иисусом Иван Гетмарко, который также описывает эту историю Мы находим, что это были четыре человека Которые несли прямо в кровати этого парализованного Для того, чтобы Иисус мог помолиться за него И они столкнулись с проблемой Потому что не только дом был полон людей Но также и вокруг дома было полным-полно людей Настолько много, что просто эти четверо Не представляли, как они могут внести Этого парализованного Кстати, мы не можем знать точно Это были его родственники Или это были его друзья Но то, что мы точно знаем Что эти люди Они любили этого человека И хотели помочь ему И готовы были на все Для того, чтобы принести его к Иисусу И дальше мы читаем И не найдя, где пронести его за многолюдством Влезли наверх дома И сквозь кровлю спустили его с постелью На средину пред Иисуса Ну, они избрали такой очень оригинальный способ Для того, чтобы все-таки принести Этого больного к Иисусу В то время многие крыши, они были плоские Им нужно было поставить лестницу Ну, в этом, может быть, не было больших проблем Но то, что они сделали дальше Безусловно, было очень необычно Потому что они начали разбирать крышу Трудно сказать, почему никто не остановил их Возможно, кто-то пробовал это сделать Но эти четверо были настолько целеустремленными Настолько верили Что любым способом им нужно доставить Друга, их родственника к Иисусу Поэтому не обращали внимания на то Что им там говорили А в доме, по всей видимости, было, может быть, достаточно шумно И хозяин, по всей видимости, тоже ничего не слышал Ничего не видел Поэтому, наверное, неожиданно было Когда прямо с потолка начала спускаться кровать Вместе с больным человеком И это, наверное, произвело определенное замешательство И было очень необычно Этот отрывок, он показывает нам о том Насколько важно, чтобы были люди Которые могут помочь кому-то прийти к Иисусу Мы понимаем, что этот парализованный человек Он не имел такой возможности Он был парализован Но у него были друзья, которые Помогли ему прийти к Иисусу Они просто принесли его к Иисусу И мы с вами тоже можем многих людей Приносить к Иисусу И в наших молитвах И рассказывая, проповедуем об Иисусе Христе Таким образом мы можем приглашать их в церковь И это та работа, которая поручена церкви Приводить людей к Иисусу Как эти четверо Они принесли своего друга Для того, чтобы Он оказался у ног Иисуса Преодолев все эти препятствия Они достигли своей цели И вот парализованный буквально Лежит прямо у ног Иисуса Христа И Господь говорит И Он, видя веру их Сказал человеку тому Прощаются тебе грехи твои Безусловно, то, что сделали эти люди Свидетельствует о том Что они верили в то Что Иисус может его исцелить Следует заметить, что Иисус обращает внимание Даже не на веру того человека больного А на веру тех, которые принесли его Вы знаете, это очень хороший пример Того, что мы с вами можем С верой молиться за тех людей Которые, возможно, сами-то и не очень верят Но по вере тех, кто молится Господь дает даже тем Которые, может быть, и не верят То, что они получат Поэтому мы, конечно же, обращаем внимание На то, верит человек То, что получит исцеление Или не верит Но мы видим, что Господь Не всегда на это обращает внимание Важно, чтобы хотя бы те Которые молятся за этого человека Они верили Хотя, с другой стороны, можем сказать Кто сказал, что этот парализованный не верил Наверное, он тоже верил, надеялся Но все-таки Иисус обратил внимание На веру его друзей Которые наверняка было больше Потому что эта вера преодолела Все те преграды и трудности Для того, чтобы в конечном итоге Принести этого человека к Иисусу И то, что делает дальше Иисус Было очень необычно Потому что, конечно же, все Были в ожидании Что вот сейчас Иисус Исцелит этого человека Но вместо того, чтобы сразу Исцелить этого человека Господь произносит слова Прощаются тебе грехи твои Итак, мы видим, что Иисус В первую очередь Обращается не к той проблеме Которая была у этого парализованного человека Его параличу, чтобы исцелить Но Он обращается к самой главной проблеме Которой есть у каждого человека Это к проблеме греха И Господь Призносит слова Прощаются тебе грехи твои Кто-то может подумать Возможно, Он сказал Это по той причине Что Его болезнь Она была напрямую связана С Его грехами Надо сказать, что в то время В иудаизме того времени В это верили Что всякая болезнь Является следствием Личного греха человека И вы помните историю Когда однажды ученики Спрашивали Иисуса Кто согрешил этот человек Или его родители Но на самом деле мы понимаем Что не всякая болезнь Является следствием греха Иногда да Иногда нет Но в любом случае Каждый человек является грешником И он нуждается в прощении Потому что если он не будет прощен То он не может наследовать Царство Божие Он не может иметь жизни вечной И поэтому для Иисуса Важно было не только Чтобы люди получили исцеление Но чтобы люди были прощены Чтобы и грехи были прощены И в Евангелии от Матфея В 18 главе 8 стихе Мы читаем такие слова Господа Если же рука твоя Или нога твоя Соблазняет тебя Отсеки их и бросит тебя Лучше тебе войти В жизнь без руки Или без ноги Нежели с двумя руками И с двумя ногами Быть ввержену В огонь вечный Конечно мы знаем Что здесь Иисус Использует язык образа И мы понимаем Насколько для нас ценна Наша рука Наша нога И если вдруг я Или вы окажемся В ситуации Когда у нас Мы можем потерять Руку и ногу Мы сделаем Все возможное Своей стороны Чтобы это не случилось Мы сделаем Сверх того Что возможно Даже чтобы Сохранить и руку И ногу Это естественно Иисус говорит о том Насколько люди Заботятся О сохранении Своего тела Своего здоровья Но часто Они не заботятся О сохранении Своей души О том Чтобы их душа Была спасена И чтобы они Наследовали Царство Божие Царство Небесное Потому что В любом случае Даже самый здоровый Крепкий человек На этой земле Все равно В свое время Он пристанет Пред Господом Кто-то сказал Такие слова Что лучше На инвалидной коляске Въехать в Царство Небесное Нежели на двух ногах Зайти в гиену огненную Я думаю Что это справедливо Но лучше всего Чтобы и Стреление получилось И наследовать Царство Божие И так Иисус произносит слова О том Что прощаются Грехи Этому человеку И мы понимаем Дорогие братья и сестры Что грех Никогда не может Проститься Если человек В нем не кается И мы понимаем Что покаяние Это не всегда Публичное Всегда Когда вслух При всех человек Произносит В этом случае Иисус Как человек Как Сын Божий Как сердцеведец Видел состояние Этого больного Он понимал Что он В глубоком сокрушении В глубоком покаянии Он кается Свои греха Хотя Возможно Он не произносил Это вслух И Господь Произносит Слово Прощаются Тебе Я вижу Что ты каешься Я вижу Как ты сокрушаешься Прощаются Тебе Грехи Твои И я думаю Это был тот момент Когда книжники И фарисеи Подумали Вот теперь Мы поймали Его Вот теперь Мы понимаем Что он Ненастоящий Книжники И фарисеи Начали рассуждать Говоря Кто это Который Богохульствует Кто может Прощать грехи Кроме Одного Бога Для них Как для Экспертов Иудаизм От того времени Стало Совершенно Очевидным С их точки зрения Что Это неправильно Что это Богохульство Он не может Прощать грехи Это может Делать Только Бог И надо Сказать Что В этом Вопросе Они были Абсолютно Правы Только Бог Может Прощать Грехи Но Вместе С тем Они Не понимали То Кто Находится Перед Ним И прежде Сего Они Не понимали То Кем Должен Быть Мессия Чуть Позже Иисус Объясняет Им Это Кто Он Приводя Им Пример Псалом 109 Это Псалом Давида Давайте Посмотрим Некоторые Стихи 20 Псалом 109 Матфе 22 Глава 41 Стих Здесь Иисус Цитирует 109 Псалом Когда же Собрались Фарисеи Иисус Спросил Их Что Вы Думаете О Христе Чей Он Сын Говорят Ему Давидов Говорит Им Как же Давид По вдохновению Называет Его Господом Когда Говорит Сказал Господь Господу Моему Сиди Одесну Меня Доколе Положу Врагов Твоих Подможни Ног Твоих Итак Если Давид Называет Его Господом Как же Он Сын Ему И никто Не мог Отвечать Ему Ни слова И с того Дня Никто Уже Не смел Спрашивать Его То есть Здесь Мы видим Как Иисус Дает ответ Нижним Фарисеям В отношении Того Кто Он Или Кем Должен быть Мессия И он Использует Пророчество Давида Цитируя Псалом 109 Где Давид Пророчески Говорит О Мессии Называя Его Господом Поэтому Иисус Задает Вопрос Как же Если Он Сын Ему Как же Он Господь Ему Таким Образом Иисус Показывает Что Он Тот Который Имеет Право Прощать Грехи Потому Что Он Господь Потому Что Он Бог Для Книжников И фарисеев Такая Трактовка И такое Понимание Мессии Конечно Не Влаживалось В их Понимание Но То Что Делал Иисус Он Цитировал Священное Писание Он Цитировал Давида Того Кому Бог Обещал Что Из Его Рода Придет Мессия И Придет Спаситель И мы Много Раз В Новом Завете Читаем Стихи Которые Свидетельствуют Нам О том Что Иисус Не Просто Сын Человеческий И не Только Сын Человеческий Но Бог Пришедший Во плоти И это Не Противоречит Тому Что Господь Обещал И говорил О Мессии И мы Только Что Читали Этот Псалом Который Подтверждает То Кем же Был На самом Деле Иисус И когда Был Вот этот Шум Между Книжниками И фарисеями После того Когда Иисус Провозгласил Прощение Грехов Мы Читаем Дальше В 22 Стихе Иисус Уразумев Помышление Их Сказал Им В ответ Что Вы Помышляется В сердцах Ваших Ну Здесь Немножко Наверное Господь С юмором Сказал Что Легче Сказать Прощаются Тебе Грехи Твои Или Сказать Встань И Ходи Что Проще Конечно Проще Сказать Прощаются Тебе Грехи Твои Потому Что Кто Может Это Проверить Как Мы Можем Это Установить Как Можем Это Увидеть Конечно Это Проще Сказать Это Легче Сказать А Встань И Ходи Это Уже Гораздо Сложнее Сказать Потому Что Сразу Будет Очевидно Встанет Этот Человек Или Не Встанет Не Надо Ждать Не Нужно Быть Сильно Образованным Богословски Для Того Чтобы Понять Что Парализованный Сцелился Встал И Ходит Но Чтобы Вы Знали Что Сын Человеческий Имеет Власть На земле Прощать Грехи Сказал Он Расслабленному Тебе Говорю Встань Возьми Постель Твою И Иди В дом Твой Мы видим Что Господь Подтверждает То Что Он Есть Мессия Тот О Котором Писал Давид Господь Что Он Имеет Право Прощать Грехи И Подтверждение Того Что Он Имеет Право Прощать Грехи Он Повелевает Парализованному Человеку Встать И Пойти Для всех Стало Очевидным Что Это Особенный Момент Потому Что Если Он Сейчас Не Встанет Значит Это Ложь Значит Его Заявление Неправильное Ложное Значит Это Очередной Лже Мессия Лже Христос И Тот Час Встал Перед Ними Взял На чем Лежал И Пошел В дом Свой Славя Бога То есть Мы Видим Что Моментально После того Как Иисус Произносит Эти слова Он Встает И Полностью Исцеляется Это Это Важный Момент Который Должен Был Засвидетельствовать Этой Комиссии Состоящей Из Книжников И Фарисеев То Что Иисус Из Назарета Он И Есть Мессия Он И Есть Тот Господь Который Был Обещан Израилю И Его Мессианство Подтверждается Не просто Словами Или Учением Но Подтверждается Явными Чудесами И Знамениями Которые Человек Сам По себе Не способен Совершить И Конечно же Книжникам И Фарисеям Нужно Было Ну Какой-то Отчет Написать Первосвященнику Для того Чтобы Как-то Прояснить Картину И Дать Оценку Кто же Он Такой Проблема Заключалась В том Что У них Было Своё Представление Каким Должен Был Быть Мессия И Это Представление Оно Исходило Не Из Священного Писания Или Того О чём Говорило Писание Или Библия О Христе О том Как Они Представляли Как Они Думали Каким Он Должен Быть И Поэтому Их Представление Отличалось От того Каким Пришёл Христос И Поэтому Им Нужно Было Как-то Оценить Эту Ситуацию И Отвергнуть Его Так Чтобы Это Имело Какой-то Вес Было Аргументировано Не Просто Мы Не Верим Тебе И Всё Нужны Были Какие-то Аргументы Для Того Чтобы Отвергнуть Христа Потому Что Явно Что Он Чудотворец Он Тот Который Совершает Вещи Которые Ни Один Из Людей Никогда Не Может Совершать И Поэтому Читая Уже Другие Евангелия В других местах Мы Видим Что Они Приходят К И Что Через Него Проявляется Не Божья Сила А Демоническая Сила И Таким Образом Они Отвергли Христа Отвергли Мессию Потому Что Запутали Своих Предания И Не Знали Священного Писания Иисус Как-то Сказал В отношении Их Что Они Невежды В Писании Звучит Очень Как-то Не Совсем Потому Что Они Хорошо Знали Как бы Писание Изучали Его Но С точки Зрения Иисуса Они Были Невежды То есть Их Понимание Их Толкование Писания Было Сильно Растворено Разбавлено Преданиями И Таким Образом Потеряло Истинный Смысл И Было Извращено Еще За 700 Лет До Пришествия Мессии Исайя Пророчествовал Что Вы Своим Преданием Устранили Слово Божье Заменили Его Исказили Его И вы знаете Для нас Это Очень важное Напоминание Потому что Очень легко Начать Соблюдать Различные Предания Добавлять Какие-то Хорошие Идеи Духовной Жизни И это Всегда Несет за собой Опасность Того Что Таким Образом Вот эти Все Добавления Предания Могут Устранить Живое Слово Божье То Что На самом Деле Говорит Господь И вот Перед Израилем Пристал Мессия Перед Его Религиозными Лидерами Пристал Тот Который Исцелял Больных Освобождал Одержимых Людей Совершал Чудеса И они Говорят Нет Мы Не Принимаем Его Как же Вы Не Принимаете Его Кто Может Сделать Подобное Мы Не Принимаем Его Потому Что Он Не Вмещается В Наше Понимание Того Каким Он Должен Быть Их Отговоркой Было Это Не От Бога Но Мы Знаем Что Это Было От Бога И Мы Знаем Хорошо 53 Главу Потому Что Бог Понимал И Видел Наперед Зная Наперед Он Знал Что Он Будет Отвергнут Но Это Был И Есть Настоящий Мессия Настоящий Христос И Настоящий Спаситель И Мы Видим Что Иисус Не Хотел Это Прятать Он Не Хотел Обмануть Книжников И Фарисеев Чтобы В конце Концев Его Распяли Он Специально Не Делал Ничего Для Того Чтобы Его Не Узнали Потому Что Тогда Можно Было Обвинить Бога Что Бог Настолько Замаскировал Мессию Что Практически Невозможно Было Чтобы Кто-то Узнал Что Это Мессия Этого Не Было Иисус Не Маскировался Иисус Прямо И Четко Говорил Провозглашал Что Дела Его Свидетельствуют О Том Кем Он Является Не Просто Слова А Дела Его Свидетельствуют Но Тем Не Менее Мы Видим Что Он Все Равно Был Отвергнут И Был Не Принят И Знаете И Эта Дискуссия О том Кем Был Христос Она Продолжается И Сегодня И По Сей День И Не Только В Израиле Современном Но В том Числе И Во Всех Странах Мира И Мы Знаем Что О Нем По Разному Говорят Большому Сожалению Большинство Израиль По Прежнему Считает Что Это Лже Мессия Они Ожидают Что Мессия Придет Еще Мы Знаем Что Он Придет Но Это Уже Второе Пришествие Других Местах Говорят О том Что Он Был Хороший Человек Или Пророк Или Еще Кто Но Мы Знаем Исходя Из Слова Божьего Что Он Тот О Котором Писали Закон И Пророки Он Тот О Котором Давид Сказал Что Он Господь Он Сын Божий Он Слово Божье Которое Стало Плотью И Обитало Среди Нас Полная Благодати И Истины Он Тот Который Пришел Для Того Чтобы Мы Которые Не Смогли Оправдаться Делами Закона Смогли Оправдаться Верою В Господа Иисуса Христа Потому Что Он Взял На Себя Наши Грехи И Понес Наши Беззакония И Ранами Его Мы Исцелились И Всякий Раз Трагично Когда Кто-то Отвергает Его И Когда Кто-то Говорит Нет Я Не Признаю Я Не Принимаю И Вот Это Религиозное Собрание Эти Люди Книжники Фарисеи Которые Должны Были Установить Кем Он Является Они Неправильно Оценили Господа И Отвергли Его И Это Трагично Было Для Их Жизни Но Вместе С тем Мы Видим Что Многие Они Принимали Его Они Верили В Него Они Радовались И Мы Видим Этот Бывший Парализованный Он Не Только Встал Он Взял С Кровать И Пошел Дом Свой Славя Бога То есть Он Радовался Он Прославлял Бога И Ему Не Надо Было Доказывать Что Это За Человек Потому Что Он Лично Пережил На Себе Исцеляющую Силу Духа Святого И Радовался За То Исцеление Которое Господь Даровал Ему Конечно же Хотелось Бы Верить Что Этот Бывший Уже Парализованный Он Не Просто Радовался Исцелению Он Радовался И спасению Которое Господь Дал Ему Потому Что Он Простил Его Грехи Конечно Хотелось Бы Верить Что Этот Бывший Расслаблен И Парализован Он Не Просто Радовался Два Три Дня А потом Привык Что Он Уже Здоровый И Забыл О Господе Забыл О своем Спасении И Просто Начал Жить Так Как Жил Раньше К Большому Сожалению Иногда Такое Случается Иногда Господь Исцеляет Кого-то Являет Милость Кому-то Люди Радуются Прославляют Бога Но Через Какое-то Время Забывают И Как написано Опять Возвращаются К свещественным И греховным Началам Этого Мира Да Не будет С нами Так И пусть Наша Душа Наше Сердце Всегда Радуется И Прославляет Господа Потому Что Он Простил Грехи Наши Это Самое Важное Более Того Он Не только Простил Наши Грехи Он Продолжает Их Прощать Он Продолжает Проявлять Свою Милость И Благодать Но Также Давайте Будем Помнить О том Что Господь Не только Прощает Грехи И не Только Заботиться О Состоянии Нашей Души Чтобы Наследовать Царство Божие Но Он Не Безразличен К тому Что Происходит В нашей Жизни То Что Мы Переживаем То Что Мы Испытываем Поэтому Он Не только Прощает Грехи Он Также Исцеляет Он Также И Освобождает Он Также И Являет Свою Милость В повседневной Жизни Народа Своего Слава Господу за это Давайте Последний Стих Почитаем 26 И Ужас Объял Всех И Славили Бога И Быв Исполнены Страха Говорили Чудные Дела Видели Мы Ныне Это Чудесное Исцеление Парализованного Она Произвела Смотрите Какие Чувства И Ужас И Страх И Славословие Богу И Провозглашение Чудные Дела Мы Сегодня Видели Как Прекрасно Дорогие Братья И сестры Когда Слава Божия Проявляется В народе Божьем Как Хорошо Как Приятно И Как Радостно Когда Бог Совершает Среди Нас Свою Работу Поэтому Давайте Будем Брать Пример С этих Четырех Друзей Или Родственников Парализованного Которые Верили Что То Что Произошло С Их Другом Это Не Фатально Что Иисус Может Его Исцелить Иисус Может Вмешаться В Его Жизнь Давайте Мы Также Будем Верить И Сегодня Что Господь Не Только Прощает Наши Грехи Но Он Также Исцеляет И Освобождает И Может Вмешиваться В Нашу Повседневную Жизнь По Своей Милости По Своей Любви Эта История Также Напоминает Нам О том Что Мы Можем Молиться За Других Людей И Верить То Что Бог Будет Делать Жизнь Этих Людей Даже Тогда Когда Может Быть Они И Сами В Это Не Верят По Верия Наши Господь Делает Не Только В Нашей Жизни Но И Жизни Тех За Кого Мы С Молимся Поэтому Будем Молиться Будем Просить Будем Ходатайствовать Тому Который Вчера Сегодня И Во веки Тот Жив Мы С вами Не Просто Читаем Истории Из жизни Иисуса Христа Который Жил Две Тысячи Лет Назад Мы Знаем Что Он И Сегодня Жив Он Воскресший Он Живой И Сегодня Он То же Самое Может Совершать И Делать Что Он Делал Тогда Потому Что Он Господь Всегда Во веки Веков Аминь Давайте Станем Сейчас И Помолимся Господь Мы Благодарим Тебя Что Ты Неизменный Что Ты Вечный Что Ты Тот Который Есть Благо Истинный Господь И Мы Так Благодарны Тебе За Прощение Грехов Господи И Мы Знаем Что Это Самое Большее Что Человек Может Приобрести Самое Великое Что Ты Можешь Дать Человеку Потому Что Это То Что Имеет Силу Для Вечной Жизни Благодарим Тебе Господь Благодарим Тебе Господь За то Что Ты Сегодня Можешь Прикасаться К нашей Жизни В разных Сферах И Помогать Нам Потому Что Ты Неизменный И Сегодня В этом Утро Господи И Вспоминая О том Как Ты Истелял Господь Как Ты Учил Ложить Цитируя Твое Слово Мы Благодаря Тебе Господь Знаем И Хотим Сегодня Напоминать Для Себя О Той Цене Которая Была Уплачена Тобой Господи За То Чтобы Грехи Были Прощены За То Чтобы Ранами Тверь Мы Исцелялись Господь Ты Заплатил Высокую Цену Ты Был Обезображен Пачек Всех Человек И Будучи Безгрешным Агонцем Божьим Ты Взял Грехи Мира На Себя Ты Понес На Себе Все Наши Беззакония Господи И Мы Знаем Что Там На Кресте Там На Голгофе Когда Ты Страдая Умирал Господи Ты Принес Нам Освобождение Ты Принес Нам Спасение Ты Принес Нам Прощение И Мы Благодарны Тебе И Мы Знаем Господь Что Не Тренным Золотом Или Серебром И Скуплен Бед Сей Сует Жизни Но Драгоценной Твоей Кровью Которая Была Пролита За Нас И Написано Что Без Пролити Крови Не Бывает Прощение И Твоя Кровь Господь Это Кровь Которая Обрывается Это Кровь Которая Прощает Это Кровь Который Говорит Лучше Чек Кровь Авеля Которая Упала На Эту Землю Потому Что Брат Убил Брата Я Вопиот О Прощении О Милости Господь И Мы Благодарим Тебя И Мы Знаем Господь Что Ты Желаешь Чтобы Мы Помнили Об Этой Цене Чтобы Мы Ценили И Дорожили Тем Что Мы Им Что Ты Нам Дал Господи Благослови Сегодня Это Сложение И Участие Наши Вечери Твое Господи Совершая Это Сложение Мы Не Только Вспоминаем Господи О Твоих Страдания О Твоей Смерти Мы Также Господь Провозглашаем То Что Ты Гридешь Скорее Что Ты Придешь Во Второй Раз И Тогда Увидят Тебя Те Которые Пронзили И Возрыдают Тебе Как Предают О Единородном Сыне Тогда Весь Израиль Спасется Потому Что Именно Такого Мессия Они Ждали И Мы Просим Боже Благослови На Что Мы Живем В Это Последнее Время Господь Были Людьми Которые Прослабляют Тебя Служат Тебе Благослови Господь Мы Также Молимся Сегодня За Этот Хлеб Который Для Нас Является Символами Свидетельством Отселить Твое Благослови Его Мы Молимся Ими Иисуса Христа Господь Благослови Этот Хлеб Этот Сок Виноград Найваз Благослови Который Свидетельствует Нам О Твоей Драгоценной Крови Которая Была Пролита За Наши Грехи Благослови Господь Во имя Иисуса Христа Также Наше Участие Вечерин Твоей Господи Благослови Будь Превознесен И Прославлен И Добудь Тебе Вся Слава Во Веки Аминь Слава Субтитры сделал DimaTorzok